Всем приветики! Сегодняшнее видео у меня это тест самых дешевых тональных кремиков, которые я нашла в Магнит Косметик. Я протестирую три дешевых тональных крема. У меня здесь тональный крем от бренда Стеллари. Ни разу не пробовала их косметику. Будет очень интересно протестить. Второй тональный крем бренд Эвелин Косметикс. Вот так выглядит его тюбик. И третий тональный крем, самый-самый дешевый, это крем Балет. Тональный, натуральный. Мне очень интересно будет посмотреть, как эти тональные крема лягут на мою кожу, как все это будет выглядеть вблизи. Я вам это засниму поближе. Скажу вам свой отзыв. Стоит покупать их, не стоит покупать. В общем, свое мнение. Если ролик вам понравится, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что скоро будет еще очень-очень много крутых видосиков. Также, ребята, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Сейчас он будет вот здесь. Там я часто снимаю сторис, публикую красивые фотографии, над которыми очень-очень стараюсь. И в последнее время я пытаюсь вести инстаграм как блог. Что-то вам рассказываю, расспрашиваю, в общем, общаюсь с вами. Ссылочка в описании видео. Обязательно подписывайтесь. Ну что же, переходим к видео. Я нанесла на лицо уже вот такую базу от Kiehl's. На самом деле это масло, которое можно использовать как базу, то есть оно увлажняет хорошо лицо. Буду наносить свои тональные крема сегодня на него. Также для каждого крема у меня отдельные кисточки, чтобы тональные крема у меня не смешивались и каждый ложился так, как он должен лечь. Все, не будем тянуть. Начинаем. Сначала я хочу протестировать вот эти два тональных крема от Evelyn и от Stellar. Stellar я нанесу на эту сторону, а Evelyn вот на эту сторону. Но, как вы поняли, гвоздем программы у нас будет крем-балет. Крем Stellar с витаминами Е и С. Skin Harmony называется. Также он супер увлажняющий, как нам здесь пишут. Стоит тональный крем Stellar в районе 300 рублей. Можно, я думаю, по акции вообще отхватить, там за 200 с чем-нибудь. Отзывы в интернете совершенно разные. Кто-то его нахваливает. Я уже почитала, кто-то говорит, что этот тональный крем превратит вас вообще в старуху. Ну, ой, мамочка, смотрите, я открыла из него, уже тут течет, кажется. Я приоткрыла тональный крем и вот, смотрите, я даже не выдавливаю. Из него капает само по себе. Вот. Видите, я вообще не надавливаю ни капельки. Вообще, не знаю, нормально это или нет, что из тонального крема сочится, но мне это не очень нравится. Ладно, возьму свою самую любимую кисть для первого тоналика. И, как говорится, понеслась. Если кто-то пользовался этим тональным кремом, то обязательно пишите свой отзыв. Так, слушайте, он пахнет каким-то орехом, такое ощущение. Он может пробуждать, походу, аппетит, пока вы делаете макияж. У меня он идет в оттенке 01 фарфоровый тон. У меня потому что бледная кожа, и мне надо было самое что-то светленькое взять. Распределяется вроде он неплохо, но покрытие такое вроде бы не сильно плотное. Я вижу, как все равно мои недостатки видны через этот тональный крем. Сейчас нанесем полностью, я вам скажу. Мне кажется, он какой-то немного водянистый. Знаете, мне не хватает немного вот такой маслянистости в его составе. Потому что я люблю тональные крема, которые как бы маселка в них есть, и за счет этого они лучше распределяются. Короче, ребят, пока что то, что я вижу, мне не нравится. Он ложится прям видно такими как бы мазками, и дело не в кисточке, потому что эта кисть просто идеальна. Я часто делаю ей макияжи. Она любой почти тональник, нормальный тональник, кладет шикарно, прям как по маслицу. А здесь я вижу, будто бы красили, ну такой неровный забор. Я вижу, что тональный вроде бы даже выделяет мои недостатки около носа вот здесь. Ну то есть шелушенность кожи, сухость кожи он явно выделяет. Если вы хотите, чтобы не было видно, как шелушится ваше лицо, то я думаю, этот тональный крем не для вас. Мне не очень нравится, как он лег. Давайте сравним его со вторым кремом. Второй крем это бренд Эвен, и стоит он в районе 200 рублей. У меня это оттенок пастельный, просто написано пастел, и номер 80. Вообще мне нравится, кстати, как выглядит упаковочка, очень такой симпатичненький. Эффект здесь идет сатиновый, стойкость до 24 часов, сзади все это написано, и плотное покрытие, а также средняя текстура. То есть сзади у нас тонального крема находится прямо такая таблица, где нам говорят, что ожидать от нашего тонального крема. Он еще и подстраивается под оттенок кожи. Во как, вы представляете? То есть тут не тональный крем, а одни достоинства, если изучать упаковку. Что ж, ребята, выдавлю я его на руку здесь рядышком. Здесь, кстати, есть вот такая защитная фольга на кончике, это очень хорошо, потому что стеллари у нас, как видите, лился, и защитки там никакой вообще не стояло. Эвелин у нас не капает вроде бы. Эвелин я уже ставлю плюс хотя бы за это. Я взяла вторую кисточку, чистенькую. И, кстати, эта кисточка от Ник, смотрите, она именная, здесь написано Элма Фео. Пахнет он какими-то цветочками. В принципе, запах мне нравится больше, чем у стеллари. Ну что, я вот немного нанесла, и уже могу сказать свой первый отзыв, первое впечатление. Нравится больше, чем стеллари, и явно здесь есть такая, вот как я сказала, чуть-чуть маслянистая текстура. Я чувствую, что он, ну, правда, как будто увлажняющий, конечно, чтобы сказать, увлажнил он мою там кожу или нет. Это сильно, но он более приятный к коже, чем стеллари. Однозначно, ребята. Как говорит Жириновский, однозначно. Сейчас нанесем до конца и сравним. Оба тональных крема на моем лице, ребята, посмотрите. Я постараюсь приблизить камеру, чтобы вы все видели. Здесь тон стеллари, а здесь тон эвелин. И мне эвелин нравится больше. Во-первых, текстура явно выигрывает. Во-вторых, вот эти места около носа и над губой. Вот стеллари здесь лег, что видна белая полоса, то есть он как будто от губы хочет уйти куда-то. А эвелин ложится довольно прям впритык-впритык. Нету никаких здесь таких вот пробелов. Я наносила и тот другой тональный крем прям хорошенько, одинаково. И кожу я чувствую, что здесь она более уложнена, а вот здесь прям я чувствую сухость. Есть такое, есть. Я не говорю прям, что сушняк дикий, но я это чувствую. Итак, сделаем вывод. Тональный крем эвелин намного круче. Насчет того, подстраивается ли он под тон вашей кожи, я не уверена. Потому что он не совсем подстроился. Он чуть-чуть желтит, но ему большой плюс, что он ровненько и довольно-таки хорошо ложится. Крем стеллари. Я чувствую сухость. Здесь видно плохо лежит. И вообще он, знаете, как сделан? Если вы вот так чуть заденете, или кто-то вам заденет, вот, точно, я не прогадала, то будет пятно. Ну, то есть прям явно будет вот такая проплешина на лице. Мне не нравится это в тональных кремах. И еще у него какой-то розовый подтон. Крем стеллари не понравился вообще. Хотя он дороже эвелин. А эвелин, в принципе, я ставлю четверочку. Это не шикарный, конечно, тональный крем. И пользоваться им ежедневно я вряд ли бы смогла. Потому что у меня есть свои любимчики. Но скажем, что он превзошел мои ожидания. И для своей цены 200 рублей. Неплохой тональный крем. Вот я еще раз вам покажу лицо вблизи. Посмотрите. Кстати, вот тут липкости вообще нет стеллари. То есть он прям такой сухой-сухой лежит. Тональнику стеллари я ставлю, скорее всего, двойку. Потому что это совершенно не моя текстура. Вообще не мой тональный крем. Еще он и подтекает. В общем, нет. Сейчас я пойду смою свои тональные средства. И вернусь, чтобы протестировать крем-балет. Тональный крем-балет. Его стоимость в районе 60 рублей. Может где-то 65, где-то просто 60. Нам обещают, что этот тон у нас натуральный. С лецитином. Производится он с 1843 года. Придает коже натуральный матовый оттенок. Кожа выглядит нежной, гладкой и бархатистой на протяжении всего дня. Так, сначала запах. Я помню, что мне он очень нравился. Да, я не знаю, ребят, хоть убейте. Но мне нравится его запах. Вот напишите, нравится ли вам запах крем-балет. Я его люблю. Я понимаю, что он такой... Ничего в нем особенного вроде бы и нету. Обычный дешевый тональный крем. Но мне прям нравится его запах. Он такой нежный и приятный. Похожий на детскую присыпку. Для тонального крема-балет у меня самая большая кисточка. Вот такая от Real Techniques. Что же, начинаем наше нанесение на все лицо. Боже, этот запах. Он такой классный. Ребята, я уже вижу, что он не скрывает самые большие мои недостатки. У меня вот здесь есть покраснение и неровность такая у кожи. Ну, что-то вроде пигментных пятнышек, наверное. Точнее, не вроде, а это они и есть. Вот он их особо не скрывает. И боюсь, что наслоением заняться у нас с этим кремом не получится. Потому что у него текстура не такая, чтобы наслаивать. Но плюс я уже нашла. Это запах. И тон действительно такой натуральный. То есть, видите, как будто это моя кожа. Ни темно, ни светло. Такой просто действительно натуральный тон. Самой натуральной русской женщины тон. Но он почти что ничего не скрывает, ребята. Мне кажется, что даже корейские BB крема, которые его тоже не все прикрывают, даже они лучше прикрывают, чем тональный крем-балет. Это, знаете, такой крем для уверенной в себе девушки, которая уверена в своей коже лица, чуть-чуть нанесла крем-балет и пошла. Который ей особо ничего не прикрыл. Но опять же, уверенная в себе девушка вряд ли будет покупать тональный крем за 60 рублей. Ну что, я практически готова вам сказать свой отзыв. Все, крем-балет у меня на лице, посмотрите. Нанесла везде-везде. Итак, теперь отзыв. 60 рублей. Что можно ждать от 60 рублей? Ребята, ну практически ничего можно не ждать. Ничего можно не ждать. Но тем не менее, нам дают приятный запах. Кстати, еще хочу заметить, что текстура тонального крема, ну я не знаю, так это или нет, но кажется как будто увлажняющая. То есть, как будто вы наносите увлажняющий дневной крем на лицо. В плане перекрытия, скрыть ваши недостатки нет. Этого вы от него можете не ждать. Он этого не сделает вообще. Он смотрится на лице такой, по ощущениям, ну как будто вы какую-то масочку нанесли. То есть, я его прямо-таки ощущаю. Вот, полностью там его обхамить как-то и унизить я не могу. Даже не знаю почему. Наверное, потому что мне спасает его запах. Но в целом, им пользоваться я бы не стала. И, наверное, вам бы не советовала. Если особенно у вас есть что вскрыть, есть какие-то недостаточки, тональный крем Балет вам, как говорится, погоды не сделает совершенно. Кстати, в защиту бренда Балет, я хочу сказать, что у них очень классные бальзамы для волос. Просто шикарные. Они тоже стоят очень дешево. Мне кажется, тоже не дороже 60-70 рублей. Но волосы потом такие мягкие, такие приятные, нежные. Боже мой. А вот с тональником, ну, для меня, конечно, не задалось. Но плюсы все-таки я в нем нашла. Напишите в комментарии, пробовали ли вы какой-то из этих тональных кремов и какой. Если вы хотите вторую часть, где я снова найду три дешевых тональных крема, то обязательно ставьте лайк. И если вдруг так случится, что мы наберем больше 5000 лайков, то я бегу в магазин, ищу самые дешевые тоналки и снова делаю обзор на себе. На этом мое видео заканчивается. Желаю вам отличного настроения, ребята. Увидимся скоро и... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok